Своя упорядоченная картина эстетического мира такого типа, которая в тантре называется мандалой. Больше нигде мандал нет, кроме как в тантре. А также и можно упомянуть то, что в систематических индийских словарях к театральному искусству все отнесено к области божественного, то есть там, где существа божества. Это в отличие, например, от скульптуры, которая земная. Так что есть существенные переклички. Ну и сошлюсь на свидетельство моего покойного учителя Намхай Норбу Римпоче, который, будучи тууку, то есть перевоплощенцем, в подростковом возрасте получал около года пакет за пакетом всяких традиционных передач, чтобы у него было дозволение, когда он достигнет успехов своих, в своем созерцании, передавать все, что угодно, что попросят. Ну и при этом передается очень-очень многое про запас, большая часть никогда не будет востребована, вдруг кто вас попросит. Ну так вот, какова степень сложности тантры передаваемой была? Что он еще с некоторым смехом говорил? Это вы думаете, что в Калачакра Тантра, а в Калачакре Тантре несколько сотен персонажей, надо помнить. Сложно. Это вы еще тантры, класса йога-тантры не пробовали. А вот, говорит, как было у меня, еще он был подросток, передача этого наследия, то есть этого тантры, как системы динамической, другому человеку, должна по правилам быть уложена в сутки. А там сложно. Поэтому их подняли ни свет, ни заря, кушать почти некогда, то есть без еды, ну там чай подносят, можно пару раз отлучиться по естественным надобностям. И все, передача, 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 передача. Это в более высоких уровнях тантры бывают передачи, например, вечера, еще там два дня или там три дня, бывает такое. А тут все за одни сутки нужно. И там столько было, в частности, жестов, ну несколько сотен, что сам профессор тантры, ну говоря индийским языком, Ваджра-Чарь, их не помнил, потому что он не выполняет эту тантру, не нужна она ему, но он обязан ее передать. Поэтому было такое вот естественное решение. Некоторое количество помощников заранее выучили каждый свое подмножество жестов. Вот он в нужный момент кивал, помощник складывал, например, луки так или что-нибудь вот такое так, и главный профессор это повторял. Ну, то, что нужно повторить от профессора, выражает уважение того требования, что высшее достижение культуры не транслируется, еще раз напоминаю, без человека. Ну вот, понимаете, больше уместить уже нельзя. То есть, это предел сложности, который вторично в тантрах, в этих системах был достигнут. После ведийской древности, ну вот с такой оговоркой, что ведийской древности это для брахманов, даже для элиты. А здесь для элиты не наследной, а для элиты чисто по личным способностям, которым это надо, которые не пугаются, которые проявят нужную чувствительность, усердие и так дальше. Следующий. Есть ли тут какие-нибудь вопросы сперва? Пока нет, да? Тогда давайте дальше. Значит, мы... Значит, вот многоканальность. В связи с многоканальностью... Давайте. Так, это, значит, вопрос, могли не слышать, Сергей задал вопрос. Дополнительный канал благовония. Ну да. Но он не является самостоятельным, а именно дополнительным, по простому соображению. Мы можем полноценно общаться, передавая и обращаясь практически любыми смыслами, даже когда у нас полностью отшибло обоняние, например, у нас жестокий хронический насморк, и когда у нас отшибло вкус. Но нужны только специальные средства культуры, чтобы сохранить нашу полноценность, если нам отказывают эти органы. Вот зрение, слух. Если отказывает кинестетика, то положение мозга безнадежно, он останется в глубокой умственной отсталости. Если человек слепо-глухонемой, то его можно обучить, и у него мозг становится полноценным благодаря кинестетике. Вот так вот с ним общаются. Но пока этого не выработано, они так и оставались полуовощами. Вот, примерно так. То есть, для сознаний, которые гораздо более скромны, чем мы, например, для муравьиных сознаний, обоняние является полноценным каналом, потому что там немощный поток. А у нас столь мощный поток, что это нельзя организовать химически, слишком медленно это все идет. Но это способствует. Кроме того, есть же в ряде тантрических ритуалов, задействуется и вкус, потому что вкушают еду. Ну, там сказано, какого рода вкус. Какие-то указания это есть. Но это тоже вторично. Еще вопросы? Дальше. Из этих трех, значит, эти три канала в специальном языке тантр отражаются в требованиях к тому, кто занимается тантрическим созерцанием, тантрической работой над собой, как зрительный канал, это самадхи, то есть, сосредоточение или собранность. Ты имеешь какую-то картину в идеале, или когда ты уже развит, в уме, внутри себя, а поначалу эта картина есть в виде изображения, например, иконы, буддийской иконы, тибетская называется танка, изображение какого-то персонажа, изображение каких-то миров, где много персонажей, символического мира. Второе. Звуковой канал связан с... Звуковой канал конкретизируется как мантра. Слово мантра еще одно связь. Слово мантра восходит к ведийской древности, и это одно из функциональных обозначений гимна Фрегведы. А потом она проявилась вот как те мантры, например, Омна Монна Райяная, Ом Поклонна Райяне, это основная мантра там Вишнуи, так допустим, в другом уже не в едийском контексте. Слово мантра устроено из корня ман, который соответствует русскому глагольному корню мнить, то есть иметь в виду, и того же ски, того же самого суффикса трак, который означает орудие. Это орудие, которое направлено на то, чтобы регулировать то, что я имею в виду, потому что я подразумеваю. телесный канал, кинестетический канал, представлен знаковым жестом, мудрый. Слово мудрый имеет ряд значений, в том числе и печать, которую ставят на документы, а печать это некоторый знак, но также это и знак жестовый, какого рода вторичные системы были очень распространены в Индии. И помимо тантр и духовного обихода в театре. Как раз театр это, что с вами не ступиток. А? Театр из ритуала из ритуала? Конечно, конечно, да. Согласно индийскому, да, вас может быть не слышно, у меня была реплика, что театр произошел из ритуала. Утверждаю, согласно мифу о происхождении театра, первая пьеса была разыграна богами о них же самих о том, как они взбивали океан, чтобы получить напиток бессмертия. И была сыграна на небесах. А это, конечно, есть совершенно ритуал. Так. И вот мудро. Вот когда это и то, и другое третье включается, это будет вот так. Теперь, несмотря на то, что должно быть все, должна быть тройка для всеобъемлющихся работы особую значимость придают именно мантры. И вот в частности в буддийских традициях тантрического делания одно из названий буддийских тантр мантра яна. То есть мантра это метод, способ поступания, мантра, мантра. А другое название вазиро-яна. То есть это так называемый полмазный метод. Почему? Потому что все в порядке, да, там пропущенный звонок Кирилла Андреева сейчас там не знаю такое подожду чуть-чуть несполезен? Да, ну запись идет, да? Запись идет, хорошо. Значит, если кто-то отключился, потом подключится, ну вот имейте ввиду, запись идет и всегда можно будет естественно очным слушателем посмотреть. Таков у нас скайп. Значит, итак, мантры предлагаются йогам, нанимающимся созерцаниями. Эти йоги належат к высшей культуре, они заведомо грамотные. Когда ты грамотен, тебя при пользовании текстом включаются, хотя ты этого не замечаешь, все три канала. Ну, допустим, увидим, представим себе, что написано простое слово, очень ясным почерком или печатное, допустим, слово дома. Когда мы его читаем, мы одновременно видим и беззвучно слышим это звучание, даже если мы это не проговариваем. беззвучное звучание есть внутренней речи, облик и есть готовность в зависимости от того, к чему мы более привыкли, может быть более заметно та или другая, либо готовность это слово написать дома, либо это слово набрать на клавиатуре. А это означает, что три аспекта есть. То есть именно в мантре содержатся отсылки к двум другим каналам более определенно, просто по способу существования языка для грамотных людей, которые не столь определенные для знакового жеста какого-нибудь вот такого, или для воображения умы. Поэтому мантра считается более существенным. Ну и далее, что я хочу с вами обсудить, это устройство мантр. Предыстория и устройство мантр. Это вопрос философский и лингвофилософский. В Индии он обсуждался. В Европе он тоже заслуживал бы обсуждение, но за малоизвестностью мантр или аналогов мантр в Европе как-то до сих пор философы-языкальные лингвисты его в общем опускают. Ну, такое первый тезис. Мантры мантры необходимо во-первых услышать от того, кто их уже знает, уже твердил или повторял и в котором или эта мантра конкретна, или мантры такого же класса, что такое класс мантр, назначение, уровень воздействия сработали. Иначе это не будет передано. В современности существуют учители, которые пользуются интернетом и могут передавать некоторые наставления, в том числе и тантрического типа, по интернету, но они не должны быть переданы в записи, потому что в записи есть только внешние, а намерения и посыла который сопровождал состояние учителя, когда он произносил мантру, в записи не может быть сохранено. Запись сохраняет только звук и свет. Значит, мантра, почему мантру за некоторыми традиционными указываемыми, скажем, эти указания исключения, известные буддийской традиции, исключениями можно получать только действенно начать работать с ними будет, только если ты получил это от того, в ком она уже работает. Это кажется мистическим, но вполне можно обойтись без удивления и подумать, а каким образом мы получаем передачу знания о разных экспрессивных словах русского языка. Неэкспрессивные слова мы вполне можем узнать по словарям, энциклопедическим, толковым и так дальше. Экспрессивные слова не будут адекватно нами освоены, если мы не проникнемся экспрессии. То есть, это, например, грубое слово или возвышенное слово. И мы получаем отблеск или заражаемся состоянием человека, который говорит это слово в соответствующей ситуации, соответствующим объектом, возвышенное или прочее, или когда, допустим, кто-то впервые слышит, с какой интонацией и с какой мимикой произносится слово, например, паскуда, оно экспрессивное, и тогда мы получаем посвящение в то, как использовать это слово. А без этого мы можем ошибиться. Если поэзия может передаваться в поэзию, в контекст. Конечно, совершенно верно, да. Но должен быть контекст. Должно быть, видите ли, и поэзия штука тонкая, и все-таки мы получим какое-то посвящение в поэзию, если умелый исполнитель, как правило, не автор, нам прочтет. мы приобщимся к состоянию, ну и к одному из вариантов состояния, которое избрал умелый исполнитель, и тогда мы это поймем. А иначе это в значительной степени информация, поэзия не являет, не сводится к информации. Вот здесь точно так же. Тогда, когда экспрессивно, то, что нам сейчас неэкспрессивно, было экспрессивно, это в раннем детстве, то нам объясняли, что-нибудь, например, бяка, или там кака. Мы это понимали, и так это входило в наш мир, потому что разные объекты и отношения бывают восхитительными, ужасными, отвратительными, опасными и так далее. А все эти не чисто информативные объекты, сообщения о неинформативных объектах, выражения, простите их, имеют такой аспект, как некоторые изменения моего состояния. Вот невозможно изменить состояние просто принятием к сведению. Точно, ну еще, чтобы было совсем ясно, я вам могу сказать, что вот есть такие-то слова латинского языка, которые являются матерными, и сказать вместо русских матерных слов какие-то нейтральные синонимы. Ну, допустим, слово футуэра соответствует матерному глаголу русского языка, но вы не испытываете никакого неприличия, потому что я это сказал все в пересказе. А чтобы это освоить в этом отношении, чтобы латинский язык был родным, нужно, чтобы это было в какой-то обставлено соответствующей ситуации. Или бы использовал русское похабное слово, или там изобразил что-то такое, понимаете, вот. Вот я взял наиболее экспрессивную у нас, скажем, ну так наш мир условен, пониже обычного уровня, ну, чтобы это было наглядно или понятно. Вот мантры не относятся ниже или выше, они про другой мир вообще. Вот поэтому нельзя ожидать, что они будут адекватно нами усвоены без такой рода ситуации. Когда человек входит в эту ситуацию, входит в это состояние мантры, ее произносит, если ты чуток, ты это ловишь. А потом вы вместе повторяете это, ну и все тогда состоялось. Это раз. Второе мантры надо рекомендуют твердить часто в русских переводах выполненных людьми, которые недостаточно знакомы с русской старой церковной традицией. Ведь молитва твердят. Вот не употребляют это слово. Твердят, твердят, то есть регулярно повторять повторять и повторять по многу раз. Еще такие аспекты. Мантры типичные появились в мире в обществе людей, которые говорили на индоарийских языках, общекультурный язык, санскрит, какие-то не вполне культурные так называемые праквиты. И фонетика, просодика, то есть долгие и краткие гласные, слабоделения там из индийских языков. Иногда там мы ожидаем, что там будет и грамматика из индийских языков. Это не вполне верно. И это очень важный аспект. Выдвигаю такой тезис. Мантра изменяет меня. Отвержение мантры по назначению изменяет меня. Чем более примитивен текст мантры с точки зрения языка знания, тем более эффективно она изменяет меня. Если текст мантры, возможный текст мантры так сложно устроен, что подобен обычному языковому тексту, то она скорее всего сравнительно поверхностна. Это же не в столь сильном варианте тезиса, но все-таки имеет место и для мантр, как цитат из Ригведы, в которых есть хотя бы нормальная грамматика и нормальный синтаксис, но семантика очень странная. И перевести на бытовой язык эти высокопоэтические гимны, связанные с видением каких-то не наших миров, не представляется возможным. Очень странно. То есть язык должен быть с лингвистической стороны не обычным. Теперь какова функция мантры? Еще говорю, что она изменяется у себя. В лингвистике поднимается вопрос, и он получает некоторые ответы. Вопрос о том, каковы функции речи. Ну, или там иногда говорят языка, здесь точнее речь. То есть мы речь и строящуюся из языковых единиц можем использовать например для хранения в памяти содержания. Чтобы потом воспроизвести. Мы можем пользоваться речью для того, чтобы просто поддерживать контакт с собеседником, когда нечего сказать, потому что нередко совместное молчание ощущается как что-то неприятное или стеснительное. Ну, вот есть много других функций речи лингвисты упоминают. Ну, вот есть две считающихся наиболее фундаментальными. Это функция организации мышления, языкового мышления и функция коммуникации. пожалуй, коммуникация более фундаментальна среди них двух, потому что мы коммуницируем и не обязательно тогда, когда мы в маломальски строгом смысле слова мыслим. Ну, и более того, среди людей не все способны к мышлению, многие способны только к тиражению, рыванию представлений, передаваемых с помощью речи. но все нормальные способны к речи. Кто-то не может говорить, это уже совсем нехорошо, совсем глубоко отстранство. Но, так что получается, вроде бы, коммуникация, связь людей друг с другом, это посредством речи, это самая глубокая функция речи. Пока в лингвистике было так, но вот мантры, материал мантры, свидетельство мантр, бытования в культуре указывает, что есть еще более глубокий уровень. Это уровень воздействия, воздействия, коммуникация, это есть воздействие, правда? Когда я что-то вам говорю, это помимо содержания, здесь есть два таких аспекта. Есть формы, я говорю, например, по-русски такую-то фразу. Эта фраза могла бы быть другой фразой, я говорил бы все про то же и тем же, например, может быть другой порядок. Но есть еще такие аспекты не связанные с содержанием и языковой формой, как я каким-то в какой-то части выражаю свое душевное или ментальное состояние. Раз. И второе, я как-то воздействую на вас. Например, если я вас ругаю, то я выражаю свою сердитость и воздействую на вас так, чтобы вы были от меня подальше. Мы положим так. Вот это разнесено в разные стороны. А вот теперь заметим, что в любом нечисто информативном, а чисто информативное это вторичное. То есть нечисто информативное означает включающим в себя элемент экспрессии, пользование речью. Мы не только на другого воздействуем, мы вполне пользуемся речью и наедине сами с собой, и мы этим воздействуем на свое собственное состояние. Ну, вот к примеру, какая-нибудь старушка, беру старушку, а не старичка, потому что у женщин более многогранна речевая способность сидит на слоях мозга, и это заметнее. Старушка, которая немножко изменяет умственные силы, организует свое умственное состояние, уговаривая, сейчас я чайку поставлю, заварю чайку, булочки поем, масло достану, так у нее больше порядка в голове. Или на противоположном раннем краю языкового антогенеза мы замечаем то, что впервые описал Пиаже, Жан Пиаже, представитель генетической психологии, дитя играет и оно само с собой говорит. А мы сейчас построим домик, а здесь будет какая-то колясочка и так далее. Это способ организации ума ребенка даже в игре наедине с самым собой. Мы организуем себя. В качестве примера можно посмотреть в зеркало дома как-нибудь и сперва сказать одно, потом другое, порядок закреплен. Сперва сказать как я отвратительно выгляжу и почувствовать что у меня стало немножко хуже. А потом сказать как я отлично выгляжу и заметить что мне стало лучше. Хотя и то и другое совершенно игровое употребление оно все равно работает. И вот этот элемент такой сублиминальный подпороговый он обязательно есть. вот в связи с этим мы и встречаем призывы но они может быть бывают преувеличены не употреблять дурных выражений и так далее потому что на этом очень глубоком уровне не полностью разделяется производитель речи и адресат речи субъект и объект и всякое употребление чего-то нехорошего может отражаться на мне самом допустим так ну так вот значит мантры суть текста которые нужно повторять с целью управлять своим состоянием ментальным состоянием мантра это их главнейшее назначение они фундаментальнее в этом назначении чем все другие способы пользования речью еще раз напомню мантры необходимая часть тантрических практик тантрической работы всякие нефундаментальные пользования речью таковы уже что-то для меня говорящего в мире в моем мире есть или было или если не было не было и нету то возможно я комбинирую известные элементы говорю вот поставь на этот стол такие положения на этот стол такие-то книжки этого еще никогда в мире не было но этот стол есть эти книжки есть или я сам поставлю и в моем воображении это вторичность по отношению к миру и мир а мир первичен а слова вторичны то есть слова о том что есть или возможно или уже воображаемо и без слов это все вторичное употребление слов даже если какая-то фантазия слагается из элементов которые в мире уже есть ну например бластер можно прожигать есть отдельно огнемет отдельно пистолет мы соединяем это еще что-то добавляем получаем фантастический бластер например был мне стал доступен опыт который иначе ну с простой оговорки в пределах данной традиции мне вообще никак не доступен как мой опыт пример есть многим известная мантра ом мани падмей гум связанная с авалокитэшварой средоточием символическим всех будд сострадания всех будд тантрический йог буддист будет выполнять какую-то практику созерцания авалокитэшвары цель которой стать каналом или причастником к тому чтобы сквозь него струилось мир милосердие сострадание всех буддистов мы можем не ставя такой цели не будучи например буддистами или не имея освещения в данную данную тантуру многое прочитать оба авалокитэшвили об этом образе мы будем об этом порядочно осветом мы можем даже считать что это очень хорошая цель но все равно это остается в виде объекта например как хорошо иметь сострадание и проявлять его в мире но это не мы мы просто видим это а если я хочу иметь переживания мотив который потом будет выливаться в сострадательные милосердные действия то у меня нет иного способа как получить от компетентного тантрического буддийского который уже этим занимался у него выходит передачу будешь воображать то-то и то-то а также он твердит несколько раз он манит одных ум иногда он кладет на голову тебе руку иногда он там еще перебирает четки где каждая бусина соответствует одному произнесению синюю этой мантры иногда круг делает после чего ты будешь это твердить воображать то что тебе предложено и ты будешь рано или поздно это переживать пострадание то что кем-то переживается иного способа нет в данной традиции наверняка возможны другие традиции где вместо уммани подмехом и образа волокитешвы будет кто-то другой мы здесь говорим о причастности к этой традиции ну и значит эта мантра есть то что создает бытие мое бытие для иллюстрации в поэзии дома прочитайте стихотворение гумилема последняя строчка которого дурно пахнут мертвые слова а начинается там вон и дни и когда под миром новым это о таком пользовании речью которая сохраняется о евангелии от Иоанна сказано что слово это Бог так что мантра это Бог это звуковой канал некоторого Бога с перекличкой перекличка с нашим великим поэтом здесь очень даже уместно вот прочитайте это ну должен сказать что Гумилев такой поэт что у него как в Ригведе многие стихи это просто мантры они так работают ну по крайней мере со мной и с многими другими людьми это оправдывается что это поэтическое в исконном смысле слово текст поэтический что значит в исконном смысле поэтический это значит творящий что слово творит мантры что-то творят что они творят мое состояние мое функциональное состояние это источник необходимый того что я могу что-то другое уже вторичное сказать или сделать или изменить мир например проявить да слушаю у поэта конечно так да да был вопрос соображение первое состояние а потом оно переходит в поэзию да так поэт в этом отношении это человек который подобен ну когда у поэта идут настоящие стихи он называется гением так состояние гениальности а состояние гениальности это то самое состояние которое в другом типе культуры называлось откровением так что да существует но по виду в основном это искусственные языки вот есть один искусственный язык придуманный совершенно гениальный язык который придуман исключительно для целей точно недвусмысленно выражать сложные мысли но эта цель замечательная значительная но с поэзией несовместима на нем сочинять стихи невозможно это искусственный язык а так в естественных языках ну нет по видимо ни одного языка я не могу сказать о каких-то малочисленных племенах там если если нет поэзии в смысле нашей то есть по крайней мере магические заговоры они того же типа так что наверное все таки во всех языках такое есть человеческое бытие без этого не бывает в этом смысле тантрические традиции Индии благодаря фундаменту этой мощи поэтической традиции мощи йоговской традиции и очень внимательного рефлексивного отношения к языку просто далеко вырулись вперед хотя все таки для общей развитости скажу вот есть у нас проникло и сейчас слово гламур это слово из это слово одно из отражений средневековых санскритского слова грамматика потому что грамматика что-то такое замечательное а другое отражение этого слова грамматика французское слово гримуар а гримуар это заговор это мантра по-французски это в средневековом языке если чем-то переводить на средневековый язык санскритское слово мантра это будет гримуар и гримуар это сборники заклинаний так видите это связано с словом с грамматика то есть фундаментальные структуры языка очень важны для того чтобы мантра действовала это и в западной традиции как-то по-своему не столь отчетливо как в Индии было понятно то что изменяет речь ну и еще если кто-то любит фантастическую литературу могу вам порекомендовать роман Андрея Лазарчука с покойным Успенским там главный герой Николай Степанович Гумилев и вот он там выведен как такой человек обладающий поэтическим данным способным создавать мантры изменять речь изменять мир само собой свое состояние ну просто приятный роман так к слову ну вот значит дальше мантры возвращаясь к тому тезису те те мантра при прочих равных условиях серьезнее чем она лингвистически устроена проще развитый вариант мантры развитые лингвистические варианты мантры тоже есть но они подобны тому что известно и в нашей цивилизации называются молитвами молитва это текст какой-то у которого есть произносящие есть адресат есть содержание есть синтаксические структуры развитые там могут быть и прилагательные ну не знаю если молитвы в которых есть причастное предложение или сложное предложение с причастными оборотами может быть и такие есть но это уже именно потому что это весьма сложный синтаксис это будет скорее вторичный а более эффективные более простые например Господи Иисусе Христе помину меня иногда добавляю грешного довольно простой текст эффективная молитва исихасского типа ну вот значит такие такого же рода мантры как молитвы есть например так называемая сто сложная мантра молитва обращенная к будде очищение в Аджрасатве там много много синтакм обращенных к Аджрасатве в том числе например есть такая сложная 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 предложение и во всех моих действиях сделай мой ум преславным ну это видите развитое предложение ну она тоже работает эта мантра но более существенные более фундаментальные мантры потому что это служебное для очищения мантры с языковой свернутостью поясню почему это должно работать ну и еще поясню почему это так мой подход я убежден что тантра работает если правильно выполнять я убежден что результаты у многих бывают у меньшинства из тех кто начинает потому что это трудно и требует большого усилия но тем не менее у многих бывают я убежден также что не все то что обещается в качестве результата нужно понимать буквально кое-что и символически в общем я отношусь к тантру совершенно серьезно но я не тот человек не в том положении и вы не те люди не в том положении чтобы мы это могли повернуть как мое преподавание вам какой-то тантры поэтому я должен говорить и обращать большое внимание на то на ту область пересечения которая может быть принята и без немедленного желания получить посвящение заниматься какой-то тантры на то что имеет большой смысл то что может быть разумно понято нами и так это мой подход и в других случаях когда я объясню обычную йогу например что такое созерцание стараюсь найти в культурном обиходе развитого человека события душевной жизни которые похожие на созерцание люди опознают что это так и есть так это становится понятно это при желании потом заняться например буддийским созерцанием индуистским созерцанием каким-то тантрическим это облегчает данный проход но я не тот человек не та моя роль чтобы этот проход создавать я не учитель танца поэтому говорить исключительно изнутри для меня было бы совершенно неуместно потому что у меня свое личное отношение к тантрическим учениям есть и свой допуск имеется не надо злоупотреблять этим или педалировать это я никак не буду просто могу сослаться ну так вот почему чем более мантра проста как устройство тем более она эффективно работает для этого нужно поднять такое знание из лингвистики как онтолингвистика да вот мне показывают что скоро сделаем перерыв да а ну хотите сделаем сейчас перерыв ну давайте сделаем сейчас значит я когда мы вернемся с перерыва я продолжу объяснение того как свернут почему свернутые формы в лингвистическом отношении являются эффективными перерыв на сколько 10-15 чтобы люди успели размяться выпить заканчаю и так дальше если не берет то тогда до этого до следующего занятия мы опробуем другие разошлем все чтобы все поставили это на ну google hangout или как-то оно рекомендует кто-то рекомендует зум мы посмотрим но если если Субтитры сделал DimaTorzok